Весы и снова здравствуйте! Место встречи изменить нельзя. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Я для вас снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Будем смотреть и анализировать период с 27 июня по 3 июля 2022 года. Помогут мне в этом Таро Мир Видений, а также Оракул Симболон. Будем смотреть наиболее уязвимые точки. Позитив недели, негатив недели, совет от карт и неожиданность периода. Для чего мы всегда смотрим с вами негатив? Для того, чтобы обойти эти неблагоприятные события и сделать так, чтобы вы их миновали. Позитив, негатив и совет от карт. Итак, какова у вас здесь ситуация? Как мы видим, Королева Пентакли, Десятка Жезлов и Жрица. Сейчас посмотрим. Правосудие. Итак, у кого-то здесь решать вопросы финансового плана. У кого-то, начиная с вопросов легализации дохода. У кого-то, наоборот, с целью, как сохранить, сокрыть. Я не говорю, что там от членов семьи, а просто сохранить от глаз иных. То есть откладывать на будущее. Но так, чтобы, допустим, об этом не знал никто, кроме члена вашей семьи. То есть не разглашать. Дальше. Могут быть проблемные моменты с мамой, с бабушкой, с женщинами вашего рода. То есть брать на себя их тяжбы, их проблемы, их ситуации. Но для вас это все решаемо. Ну, помимо всего прочего, это как хранить какую-то информацию, тайну, секрет, с которыми могут с вами поделиться. Но тяжело, тяжело будет, скажем так, нести на ношу этот крест. Если арканы смотреть с точки зрения личной жизни, то для тех, кто у нас свободен, это появление нового человека, это эмоционально, это сексуальная тяга. Но есть одно но. Как показывают нам карты, здесь человек может быть несвободен и, как следствие, вам предлагать обременяющие вас отношения тайного характера. То есть с целью не афишировать эту связь. Принимать ее или нет, это уже другой момент. Но в любом случае, это, знаете, как пища для ума и размышлений. То есть вас заставят призадуматься. Если же вы в любовных треугольниках, то, как мы видим, аркан дьявол уже показывает насковывающую вас зависимость. Созависимые связи, из которых вы не можете выйти. Потому что вас очень сильно здесь будет угнетать вопрос тайных взаимоотношений. Для вас это тяжелая ноша, потому что хочется вам стабильных, открытых отношений. Но это зависимость, пока проработать вы не в состоянии. Если у вас стабильные связи, то здесь намечается совместное движение вперед. Поездка, переезды, может быть какие-то плановые бытовые задачи. Но очень много перемещений, общения, движения. Могут быть действительно поездка на отпуск, подпуск на отдых или переезд, смена места жительства. Но это ваши планы, о которых вы никому не будете рассказывать. Почему? Потому что очень будете переживать относительно того, что это может сорваться. И как следствие, все то, что вы так тяжело тянули, чего добивались, может не осуществиться. Поэтому это, знаете, как совместно хранить молчание каких-то ваших целей. Если арканы рассматривать с точки зрения работы и заработка, карты прям сами выходят, и вы, например, на данном этапе не работаете и работать не можете, то здесь по пятерке жезлов это борьба с финансовыми трудностями, потому что здесь будет очень много расходов, которые вы тянете все на себе, плюс, как я говорю, за своих родственников, женщин вашего рода. И нужно будет закрывать все эти моменты. Поэтому, да, будет сложно, но тем не менее вам по силам. Если же вы ищете работу в статусе соискателя, то здесь будет вопрос выбора. Объясни почему. Потому что, допустим, вам предложат одну работу, и второй человек может вам дать более выгодное, более прибыльное предложение. И вы будете здесь сомневаться, можно даже сказать, меньше вживаться, потому что обидеть не захочется женщину, которая вам поможет. И, с другой стороны, хочется взять более перспективный вариант. Так, если у вас стабильная работа, то здесь по королеве кубков это стать для кого-то эмоциональной поддержкой, для кого-то из ваших коллег. Почему? Потому что здесь человек вам вылет свои проблемы, свою ношу, для вас это будет тяжело, будете хранить чьи-то секреты, чьи-то тайны, помогать, поддерживать человека. Но и здесь можете оказать какую-то ему даже финансовую помощь. Либо стабилизировать его текущее положение вещей. Если же у вас собственный бизнес, то обратите внимание, это вопросы процветания, это рост, это возможности, это медийность, это известность. Потому что все ваши усилия, которые были вложены, и вам тяжело давалось развитие вашего детища, но они дают свои результаты. И помимо всего прочего, особенно пожриться, если вы в медицине, либо вы в эзотерике, или вы имеете какие-то тайные структурные подразделения, в которых вы работаете, может вы военные или что-то еще, то для вас это действительно неделя роста, которая ознаменуется новыми возможностями, хорошей прибылью и перспективой развития, конечно, которую вы пока не будете озвучивать и афишировать, но тем не менее даст это вам большие возможности. По состоянию здоровья обращайте, пожалуйста, внимание на спину, потому что вроде бы все хорошо, но есть риск, вы видите, пожриться каких-то скрытых проблем. Это может быть вопрос начальной стадии кисколиоза, это могут быть протрузии, о которых вы не знаете, поэтому если вас беспокоит спина, опорно-двигательный аппарат, незамедлительно обращайтесь к врачу. Так, что у вас здесь в негативе? Колесо фортуны, четверка пентаклей, двойка кубков. Так, ну у некоторых это попытки во что бы то ни стало стабилизировать и удержать союз, свою вторую половину, свою пару. Это первый момент. Второй момент это переживание относительно новых инвестиций в какие-то новые предприятия, новые деловые соглашения, потому что вы будете переживать, стоит или не стоит, и какой здесь будет результат. Еще это траты свыше тех, которые вы планировали на поездку, переезд, отдых или какие-то крупные покупки, но покупки совместные. Почему в негативе? Ну потому что вам могли звучить одну сумму, по факту другая, и вас, безусловно, это немножко огорчит или озадачит. Либо вы запрашивали какую-то стоимость товара серии месяц назад, обращаетесь вновь, и вам говорят о том, что цена значительно выросла. Ну и, конечно, вас это немножко обеспокоит, озадачит. Совет. Ну, совет могу сказать так. Вы хотите своего эмоционального депрессивного состояния, если таковое есть, просто не думать, не быть пессимистом, быть настроенными только на оптимизм, потому что, несмотря на то, что это карта апатии, хандры, какого-то отчаяния, нежелание двигаться вперед, потому что, ну, возможно, не получаете сразу тот результат, к которому стремились. Но вы не видите возможностей, которые сосредоточены возле вас. Вы концентрируетесь только на том, что вы недополучили. И, как следствие, теряете больше, нежели могли бы получить. Поэтому, на самом деле, успех рядом, стоит его только рассмотреть. Сейчас мы с вами посмотрим неожиданность периода. Какова у нас здесь ситуация, что у нас здесь, и к чему нам стремиться. Какая у вас здесь падает карта. Ну, хорошо. Давайте смотреть. Итак, арканы, которые у вас здесь ложатся. В первую очередь, смотрите, обращу ваше внимание на дно колоды. Не зря я вам ее показала. Вот видите, снова, как здесь дублируется. Финансовый аспект. Потому что это вопросы накопления. Ну, называется у нас карта привязка. В данном случае она указывает на финансовые привязанности. Но здесь беспокойство о вашей финансовой стабильности и безопасности. Это ситуация, когда вы пытаетесь удержать завоеванные позиции. Вы боитесь в чем-то рисковать. И может быть зацикленность на материальных благах. Это не есть хорошо, это не есть плохо. Это просто ситуация, когда вы хотите стремитесь вот в кратчайшие сроки получить материальный результат. Но безусловно, по этим арканам это стремится к материальной стабильности, потому что в этом вы находите свою опору, свою защиту. И как следствие, у вас идет привязанность к результатам. В чем это выражается? Это выражается в накопительстве, в стяжательствах, неумении отпускать прошлое, цепляться за старое. У кого-то, не у всех, у единичных вариантов людей, это сложность, знаете, как расставаться с деньгами, потому что даже иногда на самих себя вам бывает жалко потратить. Так вот, у вас основной задачей, у кого есть эта проблема, это идет проработка психологии бедности, потому что здесь накапливай, но не привязывайся, то есть не держись так, не удерживайся, инвестируй во что-то, вкладывай, развивайся, расширяй свои возможности. Это если брать вот как основу то, что у вас здесь есть. Ну и помимо прочего, вот у вас такой здесь падает красноречивый аркан, я бы назвала его даже так, аркан жертвы. Почему? Видите, как жертвовать многим. Вот она, дитя бросает в огонь. Это как раз и проработка тех материальных привязок, которые у вас могут быть, которые имеются. Это избавление от груза прошлого, от какой-либо тяжбы, от какой-то ситуации, которая вас гнетет, потому что, ну эта карта еще называется иногда картой аборта, ну вообще карта жертвы. То есть, она говорит о том, что если вы чем-то жертвуете, вы должны понимать ради чего. Плюс отпустите прошлое, чтобы войти в будущее. Или если это вопросы материальных ценностей, для того, чтобы что-то получить, нужно вложить. Не бывает чего-то без жертвы, без вложения. Это как основной посыл, основная подача. Потому что здесь это знаете от чего-то отказ. Возможно с последующим сожалением или жалко вот с чем-то расставаться. Но совет отбросить мелкое в пользу большего. В чем-то еще эта карта может указывать на ситуацию не бояться быть жестоким. То есть, эта карта аборта не говорит о прямом смысле слова абортирования, но это знаете что-то от себя оторвать, чтобы получить больше. Вот такой вот у вас момент. Конечно же, мы весь негатив для вас перекрываем позитивом. Поэтому пусть вам сопутствует удача, пусть вам сопутствуют возможности. Это жизненно важно и необходимо. Поэтому удачного вам колеса фортуны, поворота, колеса фортуны, сил и достижения целей и результатов. Я вам искренне все души этого желаю. Вот таким у вас вышел расклад на эту семидневку. Пусть он у вас отыграется только в положительном ключе, в положительных аспектах. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч!